В 2018-м в рамках проекта «Народный контроль» волонтёры провели более 100 рейдов. Лучшие из них на заседании получили благодарности из рук секретаря сочинского отделения партии «Единая Россия» Анатолия Пахомова. Группа волонтёров серебряного возраста, молодой гвардии, а также представители ТОСов и общественных организаций проверяли продуктовые магазины, аптеки, пляжи. Все выявленные нарушения добровольцы передавали в контролирующие органы. В этом году народному контролю предстоит не менее ответственная работа по мониторингу благоустройства на курорте. Также будет уделено внимание сфере ЖКХ и общественному транспорту. Рассмотрели на совете и реализацию проекта «Новая школа». В последние годы в Сочи ведется активная работа по созданию дополнительных мест в дошкольных и школьных организациях. В 2018-м прибавилось 490 мест. В этом году строительство продолжится и в итоге ожидается плюс 2000 школьных мест. Основная задача в этом году, отметил Пахомов, реализация программы по переселению горожан из ветхого аварийного фонда. Напомню, новоселье уже отметили 1100 семей в этом году, первые на очереди жители 105 квартир дома на видовой. Акценты на нацпроект здоровья. Несмотря на то, что теперь все учреждения здравоохранения перешли в краевое подчинение, контроль за качеством медицинских услуг должен вести сам город, уверен Анатолий Пахомов. Это ни в коем случае сегодня не дает нам право, нам право, хоть на минуту подумать о том, что теперь все, теперь все вопросы наших жителей туда, в Министерство здравоохранения. Нет, нет, нет. Спасибо, что край финансирует нам здравоохранение, а вот контроль за качеством медицинских услуг – это наша с вами ответственность. Мы сегодня за собой оставили право строительства офиса врачей общей практики. И будем строить, на ряду того, что в прошлом году мы там два построили, а в этом году четыре будем строить. Но, повторяю еще раз, наша задача и партийная задача – сегодня делать так, чтобы каждое медицинское учреждение было подконтрольно нашим проектом, нашим партийным проектом, общественным проектом. Поэтому я поставил задачу, что и партия «Единая Россия» в голове с нашим заместителем главой по соцвопросам Мариной Августовной буквально установили контроль за качеством работы. Нам необходимо установить контроль буквально за деятельностью учреждений образования. Нам тоже не все гладко. И каждый учитель должен знать, что он находится под особым контролем. Сейчас в «Единой России» готовится план действий, разрабатываются дорожные карты, нацеленные на выполнение национальных проектов. Что же касается программы по ремонту дорог, то в ее рамках дорожное полотно в Сочи отремонтируют на 800 миллионов рублей. До 20 июня, это максимум до 20 июня, мы должны сформировать новый план ремонта дорог. И примите в этом участие. Примите, какие дороги нам надо определить и отремонтировать. Давайте народное голосование устроим, интернет-голосование. По решению Пахомова, итоги всех голосований, мониторингов, работы народного контроля будут обсуждаться на городских советах при главе города. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.